В эфире женедельная программа Крайне неудобный соперник. Динамо Самара дебютировала в российской мини-футбольной суперлиге, но не стала похожа на других робких новобранцев. Тюмени в спаренном домашнем туре здорово досталась от волжан. И сатисфакция по всем канонам жанра должна была состояться в кубковом сражении. Военная хитрость или повод для тревоги. Тюменский Рубин выход в плей-офф оформил уже давно, но вряд ли это может послужить достаточным оправданием тому, что произошло в последнем выездном турне регулярного чемпионата ВХЛ. По следам Алины Загитовой, олимпийская чемпионка свой путь к вершинам славы начинала на этом самом катке на точно таких же соревнованиях. В Тюмени состоялось зональное оперенство России по фигурному катанию. Финалист Кубка России – это не титул, а скорее констатация факта. Дважды в своей истории МФК Тюмень добиралась до решающего матча второго по статусности мини-футбольного турнира страны, но выиграть его так и не сумела. В этом сезоне сибирякам предоставился шанс как минимум повторить достижение, а как максимум проверить, насколько действительно бог любит троицу. Тем более, что соперником по одной-второй стал дебютант Суперлиги Самарская Динамо. Волжане поединок начали агрессивно. Шикарную возможность поразить ворота своей бывшей команды упустил экстюменец Евгений Мурашов. Не смог реализовать выход один на один с голкипером хозяев Сергеем Логиновым. И все же именно гости открыли счет. Максиму Смирнову удивительно повезло с удачным рикошетом. Черно-белые наладили игру в атаке только к середине стартового тайма. Однако упустили три подряд голевых момента. Ильдар Нугуманов и Младен Коцыч угодили в стойке ворот. А удар Андрея Соколова с близкого расстояния парировал вратарь Родион Заладдинов. И все же случилось то, что должно было. За минуту до перерыва тюменцы сравняли счет благодаря стандарту. Перед его розыгрышем Игорь Путилов взял тайм-аут и скрупулезно пояснил, как необходимо разыграть мяч. Так было задумано или нет, но Коцыч из аута адресовал передачу под результативный удар Антошкину. 1-1. Ребята, которые вышли играть на площадку, они, наверное, в этом минутном перерыве еще и остались, потому что не было видно, что мы готовы к розыгрышу этого стандарта. Все напрямых, все четыре человека передачиваются в центральную зону и, как правило, Антошкин такие вещи не прощает. Повели в счете 1-0. Вроде неплохо получалось. План на игру, которую мы задумывали, выдерживали. Потом вот этот необязательный гол в концовке попустили. Все поменял сейчас кардинально. Нам надо атаковать, забивать как минимум два. Сейчас во втором тайме будем атаковать. Второй тайм сибиряки провели гораздо собраннее. На долю Заладдинова выпал огромный объем работы, так как черно-белые при любой малейшей возможности нагружали его ударами с разных дистанций. Долгое время страж ворот Самарцев действовал удачно, но на 37-й минуте оказался бессилен перед мощным выстрелом Сергея Абрамовича. 2-1. Гости попытались вернуться в игру при помощи пятого полевого футболиста, но получили еще два мяча от Антошкина в пустые ворота. Тюмень уверенно вышла в кубковый финал даже без помощи травмированных Ивана Милованова и Андрея Батарева. Именно такая игра и должна была быть в полуфинале, в ответной игре. Никто не хотел уступать сегодня. Это и показала игра вплоть до последних минут. Все бились за победу. Но у нас так сложилось, что последние туры кто-то из лидеров всегда пропускает. У нас хорошая лавочка и смогли их заменить сегодня. Может кто-то скептики какие-то говорят, что у Тюмени легкая сетка. Они так вот прошли сейчас. Я могу одно сказать, что эту сетку мы заслужили той игрой, которая была у нас в том году. Потому что мы заняли второе место, а сетка составляется по регулярному чемпионату. Тюменцы поспорят за трофей с югорским «Газпромом Югрой». Первый поединок финального противостояния состоится в Тюменском СК «Центральный» 13 марта. Что день грядущий нам готовит? Для хоккеистов Рубина. Этот вопрос становится все более актуальным. В преддверии плей-офф чемпионата ВХЛ команду залихорадило. А потому, несмотря на высокое место сибиряков в турнирной таблице, первых раундов матчей на вылет болельщики тюменцев ждут с опаской. На протяжении всего сезона подопечные Михаила Звягина играли в силовой хоккей. Но вот останутся ли теперь силы на финишный отрезок, предсказывать не возьмется никто. В пассиве команды два поражения к ряду. Одно из них стало самым крупным в сезоне. Казанский «Барс» уничтожил Рубин на своей площадке с результатом 7-2. Хотя на бумаге первые чемпионы ВХЛ считались очевидным фаворитом. Вы правильно отметили, что на бумаге. То есть на бумаге любой соперник, скажем, их можно делить как-то там на более силе, на более слабых. Но на самом деле в каждый матч нужно выкладываться на 100%. К сожалению, не получилось. Немного, наверное, получился недонастрой в «Барсе». Опять же, для меня этот матч был какой-то параллелью с матчем с «Нефтяником», когда мы безобразно сыграли в меньшинстве. То есть и залетали, честно говоря, нелепые немного шайбы, заворот, рикошеты. То есть такой матч получился для нас, такой хорошей стряской получился. Впереди сибиряков ждут три заключительных матча регулярки. Проведут их они дома. В соперниках – Новокузнецкий «Металлург», Красноярский «Сокол» и Ангарский «Ермак». Вряд ли по их завершению Рубиновая покинут четвертую строчку турнирной таблицы. Первые три клуба чемпионата создали себе неплохой задел, чтобы остаться на своих местах. Однако и гонящиеся за сибиряками соперники упустили уже слишком много. А в сложившейся ситуации найти мотивацию не так-то просто. Особенно при желании сэкономить силы перед плей-офф. Но на фоне пары тяжелых неудач подопечная Звягина торжественно клянуться послаблений себе не давать. Такого, я думаю, ни у кого нету, чтобы там сохранить себя где-то. Все будут биться, настраиваться, чем черт не шутит, как говорится, можете поднимемся, в тройке будем. Поэтому такого нет настроя, что где-то сохранить или что-то. Такого не будет. Прогнозы – дело неблагодарное. А уж подгадывать себе соперника по первому раунду, игр на вылет – тем более. Однако очевидно, что попасть на Усть-Каменогорская торпеда, которая балансирует на грани плей-офф, никому не хочется. Сокол, Рязань, Цинктоу в этом плане выглядят более притягательно. В то же время никто не отменял простой спортивной истины. Если хочешь быть чемпионом, должен обыгрывать кого угодно. Вне зависимости от ранга и места в таблице. А Рубин, безусловно, будет ставить перед собой задачи максимально высокого порядка. Красноярский «Сокол», с которым тюменцы сыграют 20 февраля, вполне возможно, станет оппонентом Рубиновых в первом раунде. Есть такие шансы и у новокузнецкого «Металлурга». И лишь Ермак давно ни на что не претендует, что не мешает ему в последних матчах активно штамповать победы. Одним словом, легко хозяевам на следующей неделе не будет. Ближайший матч тюменцы проведут завтра. В гости к ним, напомним, пожалуй, от «Металлург» из Новокузнецка. Хоккеисты тюменского легиона с большой долей вероятности провели заключительные домашние матчи в рамках текущего сезона чемпионата МХЛ. Для того, чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф, сибирякам необходимо было дважды обыгрывать казанский «Ирбис». Но заскочить на подножку уходящего поезда, видимо, не удастся. Победа и поражение. Таков итог спаренных матчей, который команду Владимира Гусева совершенно не устроил. Винить в этом результате хозяева могут только самих себя. Игра им давалась. В первой встрече тюменцы открыли счет в самом дебюте. Артемий Мутовин оказался самым расторопным на добивании после броска Максима Богданова. Но гости, которым также отступать было некуда, быстро отыгрались. Отличиться Даниилу Пьянову помог рикошет. Впрочем, удача вернула подопечным Владимира Гусева должок. После грубейшей ошибки защитника Артем Пылаев выскочил на рандеву с голкипером и повторно вывел легионеров вперед. Причем в меньшинстве. Мы понимаем, что последние четыре домашние игры. Тем более, все еще есть какие-то хоть маленькие, но шансы бы залезть в пылов. Понимали, что сейчас надо побеждать и сегодня, и завтра. Чтобы было уже полегче. Ну и при родных болельщиках не хочется больше проигрывать. Сейчас о чем говорили в раздевалке после матча? Да ничего. То, что все молодчики, все бились сегодня за победу. Играли всей командой, ложились под шайбу. Ну все делали свою работу правильно и поэтому заслужили победу. Один балл казанцы все же заработали. Александр Зайцев реализовал импровизированный буллет и перевел встречу в дополнительное время. Тюменцы до этого выиграли все свои семь овертаймов из семи. Гости были очень близки к тому, чтобы подпортить статистику легионерам, но те дождались своего шанса и вновь подтвердили, что в этом отрезке матча они непобедимы. Андрей Тимофеев провел решающую шайбу. Я в эту игру играл не так много. У меня были проблемы с коньками, поэтому приходилось пропускать. И как бы вот у меня остались силы. На последний рывок, так сказать, подвоил соперников на ошибки и убежал. Что с коньками было? Я не знаю. Я как выхожу на игру постоянно, у меня то на одном лезвии садина, то на другом. Как-то странно. Ну, в общем, я выхожу то вправо, то влево, чуть ли не падаю. И я попросил нашего сервисмена, чтобы подключил. И поэтому на это время надо два раза сегодня так было. На следующий день, не реализовав серию выгодных моментов в стартовом периоде, тюменцы получили гол в свои ворота в начале второго отрезка. Их ошибкой воспользовался Руслан Ахмедвалиев. Но даже в такой ситуации переломить ход встречи легионеры могли. В дебюте заключительной трети матча казанцы снова допустили серьезную промашку. Как и днем ранее, Пылаев побрался за шайбу и спровоцировал защитника на авантюрные действия. Передачу назад перехватил 16-летний Александр Лужин, который не оставил шансов голкиперу 1-1. Я думаю, что игровых компонентов очень мало было, хотя они присутствовали. Но в основном, наверное, за счет работоспособности, самоотдачи какой-то. Просто выстояли и забили хорошо. А компонентов и в перерыве разбирали опять моменты. Такие глупейшие ошибки, которые приводят к первому голу в наши ворота. Но это безобразие полнейшего. Радовались хозяева недолго. Остается большим вопросом, как действия в равных составах они оставили на своем пятаке в полном одиночестве Максима Быкова. Это важный гол был. Сразу ответили и победный. Я остался на пятаке, просто защитник бросил, я добил. Так повезло. Ну да, где-то так, можно сказать. Иногда сами голы привозим себе. После шайбы Ирбиса играть оставалось почти целый период. Но цифры на табло больше не изменились. Поражение 1-2. А ведь в случае победы сибиряки могли сократить отставание от кубковой восьмерки до 1 балла. Сейчас же подшифных Гусева ждет заключительное турне регулярки. В Челябинске тюменцы сыграют 26 и 27 февраля против Белых Медведей. А 2 и 3 марта скрестят клюшки в Омске с местными ястребами. Вне зависимости от результатов этих матчей, стоит признать, что команда на протяжении всего чемпионата как минимум не выглядела мальчиками для битья. А с учетом того, что львиное количество хоккеистов – это ребята в возрасте от 16 до 18 лет, думается, что задел для роста у легионеров есть. Тюмень вновь стала столицей фигурного катания. На 5 дней каток прибой превратился вместо незлобливого боя на льду. Легкость, изящество и красоту на суд жюри и зрителям дарили участники зонального первенства России среди спортсменов Уральского и Приволжского федеральных округов. В Тюмени выступили более 120 фигуристов от 9 до 12 лет. Если по гражданским меркам это совсем еще не возраст, то в фигурном катании время, когда завершается становление атлета как спортивной личности. Программы усложняются, прыжки и связки получаются технически более совершенными. Современная тенденция неостановимого прогресса фигурного катания продолжается и в регионах. Общий уровень спортсменов, фигуристов очень сильно вырос. Если два года назад у нас лидерами были спортсмены без тройных прыжков, вообще могли победить с дуплем с одним, то в этом году практически десятка сильных спортсменов по старшему возрасту, они все с тройным луцом, это самый сложный прыжок. Сравнение фигурного катания с конвейером не особо уместны. Все-таки куются здесь не безжизненные детали, а тонкие и блестяще сделанные ювелирные украшения. Хотя и среди них, несмотря на благородное предназначение, существует конкуренция. Вот и фигуристы Урала, Сибири и Приволжья спорили за семь путевок на финал первенства России в Москву. Половина России оказываемся в условиях догоняющих, потому что, конечно, есть более продвинутые регионы, у которых тренерские кадры опытные и история фигурного катания многолетняя. Поэтому они идут немного вперед, дети очень хорошо готовы, естественно. Но мы стараемся соответствовать. Если в начале прошлого сезона все любители фигурного катания обсуждали триумф российских девушек Алины Загитовой и Евгении Медведевой, то позже притчей во языцах стала полемика о повышении возрастного цен за выступление во взрослый спорт. Вскоре этот вопрос станет актуальным и для девушек, выступающих в Тюмени. Не надо варьировать события в младших разрядах, заставлять детей прыгать, сложные элементы делать. Конечно, на начальном этапе надо научиться кататься, скользить, кататься красиво, выразительно. Вот это может быть главное. Но прыжки, конечно, потом, я думаю, придут. Ну а пока подрастающие поколения Загитовых, Медведевых и других выступают среди сверстниц. Хотя уже на зональном уровне борьба разворачивается хоть куда. Анфиса Стивастьянова из Екатеринбурга после короткой программы шла в тройки лидеров. Но после произволки ей пришлось потесниться. Шоколадной медали она тоже рада, потому что уже с ранних лет фигуристы относятся к табелю о рангах философски. Ну я понимала, что может, скорее всего, я не буду в тройке, потому что у меня состав даже не такой сильный, как у остальных. В принципе, мне все очень нравится. Я последний год на этих соревнованиях, я ездила практически каждый год. Мне кажется, все прекрасно. Для меня самая главная цель не куда-то попасть, а чисто откатать. То есть это уже будет зависеть от того, как я откатаю. Еще одной фигуристкой из Екатеринбурга, наведшей с шороху на тюменском льду, стала Вероника Еметова. Она лидировала в соревнованиях, но остановилась на втором результате. 11-летняя дюймовочка получала ласковое прозвище от тренеров «Ураган». И понятно почему. Я стараюсь все больше и больше научиться чему-то новому и никогда не сдаюсь. То есть это поражение тебя сделает сильнее? Да. А победительницей тюменских стартов стала Саида Закирова из Татарстана. Блестящий произвольный прокат поднял гостью из Казани с четвертой позиции после элементов и короткой программы аж на первое. Радость чемпионства всегда приятна, но представьте чувства, когда этот триумф такой нежданный. Я, может, даже поднажала, так сказать, чтобы наказаться на пьедестале, но на такие результаты я не планировала. То есть это неожиданно? Нет, я аж от радости заблокала. Тюменские фигуристы в финальную семерку не попали. Ближе всех к этому был воспитанник с дюшор Прибой Платон Жарков, ставший восьмым среди младших юношей. Но главные юношеские старты фигуристов в России без нашего представительства все же не обойдутся. Ранние путевки на главный турнир в Кирове заслужили Софья Перминова и Александр Власенко. Наш следующий репортаж о соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». В 70-е годы в СССР она выходила тиражом 9,5 миллионов экземпляров и была рупором целой эпохи. Сейчас о былом размахе издание не мечтает, но сумела несколько лет назад возродить лыжные старты. Мы же, салютуя за это пионерки, сделаем репортаж в стилистике времен ее золотого расцвета. В свое время газета проводила под своей гидой всесоюзные спортивные состязания. Их участниками были десятки тысяч человек из разных уголков СССР. Медаль таких соревнований ценилась особенно. В 90-е годы все это исчезло. Но хорошо, что в нашей стране понимают, что ошибки прошлого повторять нельзя, а вот наследие ценить необходимо. Сейчас лыжные старты на призы пионерской правды снова имеют всероссийский статус. В экопарке Затюменский на базе с дюшер номер 2 в день проведения соревнований яблоку негде было упасть. Еще бы, городской этап стартов на призы пионерской правды. Тюменские школьники прекрасно понимают статус состязаний и горят желанием себя проявить. Это всегда почетно быть на пьедестале. Особенно для школьников, для детей младшего школьного возраста, для них это очень большой праздник, большое достижение. Выезд на любые соревнования для детей – это уже праздник. А если он еще и медаль завоюет, это он будет счастлив. Каждый юный мальчишка, каждая девочка, вышедшая на старт, видит себя будущим чемпионом. Традиционные состязания воспитали многих известных атлетов. А живой пример для школьников всегда очень важен. Будучи в седьмом классе и являясь учеником 47-й школы, это матмассовская школа, я принимал участие как раз в таких соревнованиях в составе эстафетной команды. Это был 83-й год. Поэтому я думаю, что да, эта история такая наша. За медаль испорили ребята 2005-2008 годов рождения из 20 тюменских школ. Почти все были настроены решительно. Лишь немногие пока рассекают лыжню в свое удовольствие. Еще не делают ставку на спортивную стезю. Мне нравится кататься. Это как мое хобби. И я считаю, что мы же в Сибири кататься должны. На других юных лыжников уже сейчас опытными тренерами делается ставка. Звездочки, как говорят многие специалисты, видны сразу. Важно их не упустить, привить любовь к спорту, помочь с прогрессом. А чемпионский характер он либо есть, либо нет. С ранних лет я каталась на лыжах. И иногда побежала, иногда была вторая. Ну, конечно же, по седьмому году. Один раз я, конечно, бежала в шестом году. И была третья, так как там очень сильные соперники. Но в целом я очень хорошо выступаю. Я так думаю. Юношей ждала дистанция 3 километра. Девочек почти вдвое меньше. Последние приготовления и старт дан. И взметнулся снег из-под лыж молодых спортсменов. И палки будущих чемпионов нещадно вонзились в заботливо приготовленную трассу. Десятки юных спортсменов вышли состязаться на белоснежную тюменскую лыжню. На призы газеты «Пионерская правда». Все они стремятся порадовать свои коллективы. И улучшить спортивные рекорды. Пожелаем им удачи, товарищи! У девочек 2007-2008 годов рождения победила Лилия Исмогулова. Среди парней в этом возрасте золотую жилку нащупал Сергей Ходяков. Он порадовал свою 22-ю школу, победившую в командном зачете в трех группах. К слову, перспективный лыжник в будущее может и винтовку за спину приладить. Во всяком случае, кумиры у него из числа биатлонной элиты. Нравится мне Логинов. Похожим хочу быть на Юхана Собио. В марте в Первоуральске состоится всероссийский финал соревнований на призы «Пионерской правды», где соберутся лучшие молодые спортсмены из разных уголков нашей необъятной страны, в том числе и Тюмени. Студенческий спорт должен быть азартным и, конечно, доступным. В 2016 году энтузиаст Игорь Тушников провел первый турнир по дартсу в Западно-Сибирском колледже. Эти соревнования стали днем рождения областной федерации британской игры с дротиками и предтечей создания сибирского движения любителей точности, для которых филигранность является принципом жизни. Открытый кубок Запсиб колледжа по дартсу спустя три года собрал вдвое больше игроков, нежели первый турнир. Из небольшого кружка по интересам федерация быстро разросла серьезное спортивное сообщество. Сибирские дартсмены уже заявляют о себе на всероссийских и даже международных турнирах. Кубок Запсиб колледжа нынче прошел отдельно в зачете студентов, дартс для которых перестал быть просто забавой на физкультуре. Мой преподаватель по физкультуре предложил попробовать погибать. Я такая думаю, ну ладно, хорошо. Покидала, понравилось, потом зацепила как-то, а потом все еще и еще хочется бросать и бросать. Я просто кидаю и хочется выиграть, потом получи там, не знаю, там сначала бронзу хочется, думаешь, ну сначала для бронзы, бронзы нормально, потом серебро, потом золото получаешь и уже такое, ааа, круто, всем надо рассказать. Ну я во все умею в волейбол играть, как бы, раньше гирями занимался, но железом заниматься и дартсом нельзя сопоставлять, как бы. Почему? Ну потому что руки, как бы, это забивают, кидать не можешь после этого. То есть ты сделал выбор в пользу дартса? Да. Не, можно кидать в какое-то время, я не знаю, но, как бы, сильно сопоставлять нельзя. Поиграть в дартс и побороться за трофеи в Тюмень приехали представители Свердловской области, Заводуковска и Тобольска. В духовной столице Сибири британский спорт, как и многие другие хорошие дела, двигают вперед именно студенты. В Тобольске тоже дартс развивается, получается, вот мы приехали сюда, но здесь, конечно, уровень повыше получается, вот. Надо еще постараться, чтобы как-то достигших тоже. Поэтому ребята пробуют сейчас себя, примеряют на себя совершенно новый для них формат, и я вижу по их глазам, что им это очень нравится. И надо сказать, что совершенно новые лица, которые вообще в первый раз пришли к нам, и они вдруг занимают первые места. Вчера вы не представляете, сколько здесь было восторгов, а сколько было криков, и даже кто-то закрыл из них, по-моему, 180. Под занавес прошлого года в Тюменском дартсе произошло знаковое событие. 29 декабря приказом Министерства спорта звание мастера спорта была удостоена Наталья Александрова. Неудивительно, что девушка с железными нервами и твердой рукой вновь выиграла Кубок за психколледжа среди представительниц прекрасного пола. А в апреле она планирует посетить международный турнир в Австрии. В дартсе я попала совершенно случайно. При подготовке к спорта-киаде между структурных подразделениями нашей организации проводится вид спорта дартс. Там мы набираем 20-й сектор очки. И вот ребята при подготовке к этому турниру услышали, что будет проходить первый открытый турнир западно-сибирского колледжа. 5 марта 2016 года это было. И вот мы пришли играть первый раз в 501. На этих соревнованиях совершенно случайно я заняла первое место. Норматив мастера спорта был выполнен в мае 2018 года на чемпионате России в командном зачете. Мы заняли второе место. И на следующий день с Екатериной Черкасовой в парном разряде международного турнира Кубок Калашникова мы выиграли золото. Таким образом, да, за выходные я выполнила и тут же подтвердила звание мастера спорта. У мужчин победил Дмитрий Горбунов. Мастер спорта из Новоуральска оставил на второй позиции местного дартсмена Евгения Покацкого. Бронзу разделили тюменцы Виктор Кочубей и Евгений Бокшаев. У женщин весь пьедестал заняли хозяйки. Очередной трофей отправился в копилку мастера спорта Натальи Александровой. Олеся Валова взяла серебро. На третью ступень пьедестала поднялись Мария Тернова и Светлана Скрылева. Докажи, что ты готов. Зарегистрируйся на сайте gto.ru. Получи медицинский допуск. Выполни комплекс ГТО в одном из центров тестирования города Тюмени. Получи свой знак отличия. Это был последний сюжет на сегодня, но не забывайте и о нашем сайте asnta.ru. Там вы всегда сможете найти еще больше свежих новостей спорта. До свидания.